Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о любимом герое множества сказок и мультфильмов. Кто-то фырчит, пыхтит и топочет своими маленькими ножками, а еще охотится на мышей получше любой кошки. Колючий шарик, из которого выглядывает любопытная вытянутая мордочка с черными глазками и небольшими ушками, таким обычно представляется нам еж. На животе у него иголки не растут, он покрыт густой жесткой шерстью коричневого цвета. На лапках у ежей по пять пальцев с острыми когтями, задние лапы немного длиннее передних, поэтому когда ежик куда-нибудь торопится, кажется, что он припадает к земле мордочкой, все время вынюхивая что-то подвижным носом. Активные зверки в сумерках и по ночам, а днем предпочитают отдохнуть в укрытии на мягкой подстилке из сухой травы или мха. Ежи старательно обходят свои охотничьи угодья, выгоняют из них чужаков. Летом ежи спят в заброшенных норах грызунов под корнями деревьев, а вот на зиму обустраивают себе более теплые квартиры. В октябре затыкают вход в нору и спят до апреля. Перед спячкой ежи отъедаются, иногда их вес приближается осенью к полутора килограммам. Самое главное в ежиках это колючие иголки длиной до трех сантиметров на спине и боках. У взрослых ежей может быть до шести тысяч игл, а у молодых около трех тысяч. Но три иглы полые, они наполнены воздухом, поэтому ежам не тяжело. К каждой иголочке подходит специальная мышца, которая может ее поднимать и опускать. Иглы растут и выпадают как шерстинки, только значительно медленнее. За год меняется только каждая третья иголка. Ежата появляются на свет летом, обычно в июне-июле. Выводки бывают от трех до девяти летит тенышей. Малыши рождаются голенькими с ярко-розовой шкуркой и плотно закрытыми глазами. Спустя несколько часов после рождения у ежат появляются мягкие белые и темные иголочки. Через две недели у них открываются глазки. Мама кормит малышей своим молоком около месяца. Потом она постепенно начинает учить детей находить пищу и спасаться от врагов. К концу лета подросшие ежата уходят от мамы, чтобы занять свои собственные участки. Мифы и факты о ежах. Считается, что ежи надо угощать молоком. Ни в коем случае. От молока у колючих зверьков болит живот. Лучше предложить ежику немного мясного фарша, чуть-чуть англета или овсяной каши. Говорят, что ежи запасают на зиму яблоки, накалывая их на колючки, чтобы утащить в нору. Это не так. Потому что зимой ежи спят и запасов еды на этот период не делают. К тому же основной пищей ежи являются насекомые. Ежи неплохие пловцы, так что водные преграды им нипочем. Ежи обитают в смешанных и лиственных лесах, на опушках, полях. Часто их можно встретить и на дачных участках. Если встретишь дикого ежика, ни в коем случае не трогай его. Ежи – переносчики опасных заболеваний. А сейчас давайте вспомним самого знаменитого литературного ежика. Медвежонок говорил-говорил, а ежик думал – все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал – о лошади. Как она там, в тумане? Сергей Козлов – известный писатель-сказочник, поэт, сценарист. Самую большую популярность получил после выхода его рассказа «Ежик в тумане» и одноименного мультфильма. Из книги-сказки о ежике и медвежонке вы попадаете в волшебный лес, где живут забавные зверята. Ежик и медвежонок – их друзья. Они ходят друг к другу в гости, пьют чай с медом, а еще в лесу для них всегда найдется какое-нибудь полезное занятие. Разыскать в тумане лошадь или протирать каждый вечер звезды, чтобы те не потускнели. Трогательные философские сказки Сергея Козлова учат видеть прекрасное в самых обыкновенных вещах. Стоит лишь приглядеться. А сейчас мы с вами приступаем к мастер-классу. Для работы вам понадобится цветной двухсторонний картон, клей, ножницы, линейка, карандаш, белый картон, шерстяные нитки, декоративные глазки и носик. Если у вас не оказалось цветного двухстороннего картона, то рисуем два силуэта ежика и склеиваем их между собой. Силуэт ежика делаем размером примерно 8х11 см. В середину у ежика проделываем окружность диаметром 3 см. Вырезаем. Из белого картона вырезаем два круга диаметром 7,5 см. И делаем в круге отверстие диаметром 3 см. Далее начинаем наматывать нитки на наши круги, которые складываем вместе. Нитку делаем длиной примерно 150 см. Разрезаем нитки, как показано на фото. Между двух кругов завязываем нитку, оставляя петельку. У вас должен получиться помпон. Приступаем к оформлению помпона. Далее берем шаблон нашего ежика и вставляем наш помпон, как показано на фото. Приклеиваем глазки, носик, рисуем ротик. Вот такой замечательный колючий клубок у нас получился. Желаем творческих успехов!